Я легенда. Если бы я снимала о нем фильм, я бы так его и назвала. Представьте себе человек, который пять раз, пять раз был номинирован на Нобелевскую премию мира. Я убеждена, что рано или рано, он ее получит. Человек, который был осужден в Беларуси на пять лет по экономической статье за то, что укрывал доходы почти как Аль Капоне. При этом всеми правозащитниками признан политическим заключенным. Легендарный, да, легендарный белорусский правозащитник, глава правозащитного центра весна, Олесь Беляцкий. Главные задачи правозащиты в Беларуси сейчас? Ольга, у нас есть несколько задач, чем мы сейчас очень активно занимаемся, практически без выходных и без лимита рабочего времени. Это что касается политических репрессий в Беларуси и все, что связано с нарушением прав человека, потому что выборы, которые сейчас у нас идут, а 9 августа в Беларуси произойдут президентские выборы, выборы президента, они вызывают, конечно, целый спектр нарушений прав человека, связанных с распространением информации, с правом на честные прозрачные выборы, с правом на митинги, собрания. За последние месяцы в Беларуси были задержаны, арестованы, избиты, посажены сотни-сотни человек. И это буквально вал, который, ну скажем так, мы давно не замечали. Поэтому мы стараемся как-то минимализировать вот этот высочайший уровень репрессий, который сейчас существует в Беларуси. Настолько, насколько у нас это получается, конечно, в этих сложных условиях, потому что тоже от нас далеко не все зависит. И власти действуют по жестокому сценарию. Практически каждый день происходит задержание. Более десятки людей, даже я сейчас затрудняюсь назвать, потому что все время эта цифра меняется. Но вот более семидесяти человек у нас сейчас находятся в тюрьме в связи с этой избирательной кампанией. Это большое, конечно же, число политических заключенных. Часть из них уже признана политическими заключенными, белорусскими организациями и международными организациями. Часть еще рассматривается, но просто небывалый уровень репрессий, который, ну, мне даже тяжело сказать, когда такое у нас было. Даже в 2010 году это было все-таки, ну, на каком-то более низком уровне. Получается, сидят сейчас уже два человека, которые хотели быть кандидатами в президенты. Вот. Сидят люди с их команд. Причем у банкира Бабарыка там посадили полбанка, просто начали сажать его сотрудников, пробуя выдавить из них какой-то компромат против него, потому что статьи, в которых он обвиняется, это экономические статьи. Ему грозит до 15 лет заключения, от 5 до 15. Ну, Эдуарду его сыну от 3 до 7. Вот. И это все достаточно серьезно. Мы видим, как его кандидата, который хотел быть президентом, который собрал почти полмиллиона подписей в свою поддержку для выдвижения себя кандидатом в президенты, более 400 тысяч людей подписалось за него. Мы видим, как его шантажируют через его ближайшее окружение, через бывших сотрудников и, в конце концов, через семью, что самое, как бы, страшное и самое подлое. Власть не считается с людьми. Уже 26 лет сидит человек, который открыто хамит своему народу, который разговаривает только путем силы. Не идет ни на какие компромиссы, переговоры, уступки. Вот. И который ведет себя просто как, ну, не знаю, мы это считаем как председатель колхоза в своем колхозе, где все у него под контролем. Вот. Есть у него там и агроном, который под контролем, есть и бригадир, который под контролем, и дояркий там, и тракторист. И вот так он ходит по стране и считает, что это все его. Но сейчас я вижу, что просто его вот этот бронебойный электорат, который всегда на него, так сказать, молился как на икону, они от него просто отказались. И что он сейчас не делает, это вызывает больше недовольства, что бы он ни делал. Поэтому ставка у Лукашенко сейчас пошла на силовой вариант, на вариант такой хунты. Вот. В Совет Безопасности, в правительство введены бывшие сотрудники и настоящие сотрудники КГБ, там генералов сейчас очень много, всяких спецслужб. Вот. И практически все больше происходит такая милитаризация, скажем так, правительства. И люди нацелены на жестокое правление, на жестокую руку. Но это можно сравнить разве что с концом 80-х лет, потому что недовольство людей существующим положением уже переходит в ненависть. И в то же время мы видим тысячи и тысячи людей, которые собираются на митинги, встречаясь со Светланой Тихановской, лозунг, который они там кричат, самый такой любимый, это «Света, Света, Света». Вот они видят, что свой человек как бы может реально противостоять государственной машине, которая сейчас абсолютно не отражает интересы белорусского общества. И в этой ситуации, конечно, нагнетения и постоянных репрессий мы сейчас находимся, ну скажем так, как санитары на фронте. Вот, ну и в то же время и из истории своей, скажем так, бывшей Советского Союза, и из истории соседних каких-то стран мы знаем, что очень часто власти так быстро не уходят. И друзья Лукашенко, например, тот же Мадуро, скажем, в Венесуэле, перед этим Муга Чавес, который очень похож, кстати, был на Александра Григорьевича, они показывают, что они готовы держаться руками, зубами там за власть любой ценой. Вот, поэтому, конечно же, не хотелось бы, но такое ощущение, что сейчас мы входим в очень горячий период. Олесь, как будут устроены нынешние лукашенковские выборы? Учитывая, что международного наблюдения впервые на этих президентских выборах не будет, я не считаю миссию СССР международными наблюдателями, это такие квакеры, которые приезжают и поддерживают решение властей. А вот именно миссия ОБСЕ, миссия парламентской ассамблеи, Совета Европы, парламентская ассамблея ОБСЕ, Европейского союза депутатов, они не будут у нас. Просто это, так сказать, все закрыто, и власти, я думаю, сделали это неспроста, учитывая вот эту напряженную ситуацию. Они хотят, чтобы меньше ссора выносилась избы в это время, чтобы меньше было критики, и смотрят как бы на выборы, как уже на что-то решенное. Про это говорит Лукашенко, открыто говоря о том, что социология показывает, дает ему почти 70%. Я думаю, что ему напишут более 70%, потому что, к сожалению, избирательные комиссии, вот как мы наблюдаем за выборами, они сформированы на 90,9% из людей, которые контролируются исполнительными властями. Все очень просто. Комиссия, например, детский сад, вот там эти нянечки, эти, так сказать, воспитательницы, члены комиссии, а заведующая садом, она является председателем этой комиссии. Плюс обязательно в каждой комиссии есть человек из исполкома, какой-нибудь мелкий начальничек, который диктует эти цифры. И даже сами члены комиссии, они не знают, что происходит, потому что подсчет идет негласно, его никто не видит. Все считают каждый свою стопку бюллетеней, председатель проходит, записывает, или же замк председателя комиссии, данные у каждого из членов комиссии, потом тихенько садится, записывает, заполняет бюллетень, этот общий протокол, и вывешивает этот протокол. Смотрите, верьте, хотите верьте, а хотите нет. Я думаю, что угрызения совести, конечно, будут терзать членов комиссии, но в то же время я сомневаюсь, что большинство, скажем так, членов комиссии будет каким-то образом протестовать против того, что будет происходить на их глазах. Независимых наблюдателей на комиссиях не будет, по крайней мере, во время подсчета голосов. Ну и получается, как бы мало что комиссии закрыты, так сейчас еще непонятно, что там комиссии вообще будут считать, потому что мы этого видеть не будем. Таким образом, власти пробуют контролировать вот этот избирательный процесс. Насколько люди поверят этим результатам выборов, я уже сейчас могу сказать, что, конечно же, они не поверят. Вот поэтому сама Светлана Тихановская организовывает параллельный подсчет голосов, вот через соцсети сейчас пробуют они подсчитать людей, которые потенциально готовы поддержать ее. Ну, посмотрим, значит, как, насколько, так сказать, вот это вызовет и что это вызовет вообще 9-10 августа. Олесь, судя по всему, люди не поверят и выйдут на улицы. И Лукашенко к этому готовится, КГБ, армия, возможно, встретит людей на улицах. И вы совершенно правы, когда говорите, конечно, о том, что сейчас сложно, а будет сложнее. Поэтому у меня очень конкретный к вам вопрос. Как помочь белорусской правозащите? Как помочь белорусским политзаключенным нынешним, и я думаю, к сожалению, будущим? Что конкретно могут сделать граждане России, граждане Беларуси, международное сообщество? Как вам помочь? Ну, такая солидарность уже как бы ощущается, потому что были начаты сбор средств на помощь для политзаключенных, для тех, кто попадает под административные репрессии, штрафы, например, которые у нас достаточно большие. Люди получают там по 500 примерно евро, потом два штрафа, три-четыре, у некоторых уже там по 2000 евро собралось этих штрафов у активистов. И ясно, что по нашим зарплатам, которые небольшие, даже по 500 сейчас, как все, значит, немножко, так сказать, так иронизируют с президента, который обещает по 500 уже 10 лет, но еще по 500 сейчас у нас нет. Произошел как бы упадок экономики в последние месяцы, тут и коронавирус, и другие причины, и получается, что, ну, зарплата меньше, чем один штраф, может быть, месячная зарплата вот человека, который вышел там на акцию. Вот. И начат сбор средств, и нужно сказать, что достаточно активно, неравнодушные люди, как белорусы за границей, так и в Беларуси, так и другие граждане сбрасывают эти средства. Вот. В Фейсбуке идет этот сбор средств. Сейчас было собрано уже более 160 тысяч долларов. Но у нас адвокаты не могут работать бесплатно. Не могут просто. Они должны обязательно получать какие-то деньги, средние деньги за оказание услуг, иначе они будут тогда иметь проблемы в своей районной адвокатской этой конторе. Вот. Поэтому идет сбор средств. Это очень хорошо. Мы это как бы тоже даем информацию, скажем так, тем людям, которые распоряжаются этими средствами, кто в первую очередь должен получать такую помощь, кто имеет в этом необходимость. И тут процессы какие-то определенные идут. Но, естественно, важна и политическая солидарность. Поэтому те акции, которые сейчас проводятся в странах Европы с целью каким-то образом донести информацию до местных правительств, до местных парламентов, это абсолютно все страны Европы, европейские, США, сейчас это происходит, это тоже нормальный способ политического давления и влияния на ситуацию в Беларусь, потому что мы прекрасно понимаем, выборы пройдут, непонятно, чем они окончатся, но если режим останется, то первое, что мы требуем, это освобождение политических заключенных. Дипломатическим путем окей, проведением акций окей, если не получится так, но сейчас идут разговоры, про это говорят депутаты Европарламента, введение санкций точечных против чиновников, которые сейчас уже виноваты в репрессиях, или же которые будут виноваты в фальсификации выборов. Олеся, если бы у вас была бы возможность сейчас поговорить с Лукашенко, что-то ему объяснить и сказать, что бы вы ему предложили? Вот, Александр Григорьевич, вот я, Олеся, предлагаю вам что? Уйти на пенсию, дать ему гарантии, что бы вы ему сейчас сказали, предложили? Не проливать кровь, не множить политзаключенных, а что, чтобы он согласился? Это достаточно сложный вопрос. Ну, просто не имею. Мне иногда, кстати, снится, когда я почему-то разговариваю с Лукашенко, такие сны очень тревожные, слава богу, они редко происходят, бывают, но я думаю, что нет тех аргументов, которые бы сейчас он услышал. Вот сейчас наступил тот период, когда единственный аргумент, который он может услышать, это улицы. Олесь, а вы сейчас сами, вы ходите на митинги, вы участвуете в уличном протесте, вы ведь уже были в тюрьме четыре года, в страшной белорусской тюрьме, в строгом режиме, то, что в России называется, строгий режим, усиленный режим, и вы продолжаете выходить на улицы? Ну, я, слава богу, был поменьше, вот мне дали четыре с половиной, я отсидел три, потому что как раз под давлением международного сообщества меня выпустили пораньше, и это как бы, ну, хорошо. Вот, поэтому я на своей шкуре знаю, что такое на самом деле белорусская тюрьма, и знаю, насколько важна международная солидарность для политических заключенных, поэтому это все очень важно. Вот, что касается митингов, демонстраций, тут у нас как бы, ну, своя стратегия и тактика, я не буду рассказывать, но мы отслеживаем все, что происходит сейчас на митинках и демонстрациях, хотя еще три месяца назад никто не мог бы сказать, что в Беларуси так быстро и стремительно начнут развиваться вот эти позиции, события политизации людей. Никто не думал, абсолютно, и никто не мог предполагать. Власти думали, что выборы вот, они уже, так сказать, запакованы и, как Лукашенко говорил, что если народ не скажет, то зачем мне уходить? Он как бы даже не предполагал, что такое может возникнуть, то, что происходит сейчас. Период, конечно, очень интересный, в любом случае даже, если у нас будет что-то подобие тут такой полувоенной диктатуры, мне это более напоминает, наверное, времена вот Польши после того, когда там была солидарность в 81-м году, вот это могучее движение за освобождение Польши от коммунистического вот этого лагеря, значит, правления коммунистов, вот, но они еще 8 лет как бы должны были добиваться круглого стола, где в конце концов было договорено о каких-то изменениях, которые привели потом к серьезным изменениям. Поэтому я думаю, что это еще только все-таки первые шаги и у нас впереди при любом раскладе, даже если Лукашенко останется президентом, он вынужден будет сейчас идти на очень серьезные изменения, конечно же, стараясь как-то сохранить свои позиции, как он это видит, но то, что народ сейчас как бы абсолютно не принимает действия этих властей, приводит нас к такой очень напряженной ситуации. за эти 25 лет как не хотел Лукашенко, но выросло новое поколение белорусов, которые хотят жить в Европе, хотят, чтобы был европейский уровень и экономический, и безопасности, и каких-то человеческих отношений, чтобы не было этого барьера между властями, которые смотрят на людей, как на быдло, на стадо, и между обществом, которые нормальные люди. И это влияние Европы, я сказал бы, за эти 25 лет, оно было, конечно, очень большим, и этого Лукашенко еще, наверное, не понимает, но он вынужден будет с этим жить, скажем так. Ну, а когда будет победа, посмотрим, потому что никто сейчас не может сделать нормальное предсказание, но считаю, что у нас хорошие шансы, если не случится, ну, каких-то уже совсем-совсем трагических событий, ну, которые связаны в первую очередь, конечно же, с этим союзом с Россией, вот, потому что если так получится с этим союзом с Россией, то, конечно же, о демократической Беларуси нам придется забыть на более долгое время, чем вот как сейчас это все смотрится. Ну, вот, к сожалению, так, да, в свое время наши коллеги из России как-то посмеивались с нас и говорили, что ой, вы бедные, как вам помочь, а сейчас вот в этой ситуации, конечно, в последние несколько лет тут уже, наверное, немножко все поменялось, и мы уже там смотрим на Россию и думаем, ой, ой, только не дай бог, чтобы нас, так сказать, не объединили, потому что тогда... Вам только Путина не хватало для полного комплекта. После Лукашенко не хватало только Путина. Да, весь этот беспредел, так сказать, может распространиться и на нас, и это, конечно, страшный сон. Ну, будем надеяться на лучшее, посмотрим. Олесь Беляцкий, легенда правозащиты, олдскул. Живей, Беларусь! Живей! Спасибо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok